Об этом в интервью нашему каналу рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Юрий Усачев. Он стал гостем программы «В курсе». Ориентировочно проезд на городских маршрутах повысится с начала года до 26 рублей. Здесь причины, я думаю, понятны будут всем, потому что все мы видим, что у нас выросли цены на топливо буквально за короткий промежуток времени, последние полгода, значительно. Поэтому плюс мы, конечно, все-таки просим наших перевозчиков заменить подвижной состав. Это тоже определенные капитальные вложения, поэтому здесь поднятие тарифа неизбежно. Что касается тарифа на пригородных маршрутах, он уравняется между всеми перевозчиками. То есть цены на проезд в пригородных автобусах Сочи Автотранс останутся прежними, а в машинах частных перевозчиков за поездку придется заплатить больше, чем ранее. Столько же, сколько и в муниципальных. Также Юрий Усачев сообщил, что в рамках оптимизации маршрутной сети в ближайшие два года в Сочи планируют обновить подвижной состав, сократив количество автобусов с 850 до 690. У нас почти 70% это транспорт малой вместимости. Это то огромное количество автобусов типа Hyundai County, которые мы видим на наших городских улицах, они маленькие, они без кондиционеров, они морально и физически устарели. И, соответственно, при оптимизации маршрутной сети наши перевозчики обновят подвижной состав на автобусы большей вместимости. Это будут автобусы средней и большой вместимости. Во-первых, они будут уже новые. Во-вторых, они будут оборудованы и кондиционерами. Полную версию программы в курсе о ремонте дорог и оптимизации маршрутной сети смотрите в эфире на этой неделе, а также на нашем YouTube-канале ФКТ в интернете.